20 марта в половину второго дня на улице Ливаневского в одном из домов произошел пожар, сгорела кухня и одна из комнат, но, к счастью, трагедии удалось избежать, а все благодаря сотрудникам правоохранительных органов, которые оказались в нужное время в нужном месте. Два молодых милиционера Павел Кривецкий и Александр Протасевич находились в Бресте на курсах повышения квалификации и в обеденное время вышли прогуляться по городу. Маршрут молодых людей начинался от парка 1 мая и должен был продолжиться на площадь Ленина, но так сложилось, что они свернули на улицу Ливаневского, как будто чувствовали, что именно там, в одном из домов, кому-то нужна их помощь. Когда проходили, обнаружили то, что из данного дома выходят очень большие клубки черного дыма, из окон, дверей, мы, когда увидели это, сразу пошли сюда, во двор зашли, во дворе никого не было на улице, мы сразу с моим коллегой открыли дверь, там было очень большое задымление и мы только тогда услышали голос этой женщины, когда она говорила, помогите. Мы, когда с ней начали вести диалог, она говорит, я не могу выйти, у нее больные ноги, мы так из наших предположений поняли то, что она инвалид. Не колеблясь ни секунды, Александр начал вызывать пожарных, а Павел, несмотря на агонии и клубы черного дыма, ринулся спасать пожилую женщину. Страха никакого не было, было только желание спасти и помочь этому человеку. Увидели, оценили ситуацию, сразу поняли, как действовать, конкретно прибежали в этот дом, оценили ситуацию, то есть во дворе дома людей не было, предположили, что люди могут находиться внутри этого дома, и то есть уже своими действиями слаженными, увидели, куда можно попасть в этот дом, первый источник, вот, и открыли дверь, дверь была открыта, слава богу, вот, открыли, увидели задымление, опять же услышали женщину, на ощупь пошли к ней, вот, все действовало грамотно. Александр и Павел героями себя отнюдь не считают, мол, спасли и спасли, но говорят, случись что-то подобное, еще, не раздумывая, поступили бы так же. Правда, никакого героизма не испытывается, то есть мы делали свою обычную повседневную работу, то есть мы должны помогать гражданам, они всегда на нас надеются, вот, ждут нашей, ну, помощи от нас к им, а именно для спасения человека, это первый опыт. Сегодня на месте пожара все еще стоит терпкий запах гари, возле стен лежит домашняя утварь, одежда, предметы, мебели, однако это мелочи, главное, жизни пожилой хозяйки дома ничего не угрожает, и все благодаря Павлу и Александру, которые оказались в нужное время в нужном месте. Такие поступки красноречиво свидетельствуют о том, что люди в погонах не только добросовестно стоят на страже закона, но и в любой ситуации готовы прийти на помощь, рискуя собственной жизнью. Продолжение следует...